Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Первый тайм у нас не получился. Думали играть по-другому, но соперник заставил нас много работать без мяча. Они показали в начале матча очень высокий уровень интенсивности. Желание. Что нам не свойственно. Мы проиграли много борьбы, на мой взгляд. Немножко стеснялись играть в футбол. Может имя. ЦСКА нас придавило. Не знаю. Будем разбираться в причинах. Первый тайм однозначно в минус. Соперник был быстрее, агрессивнее. И у него было больше желания, больше страсти. В раздевалке был разговор в перерыве. Достали внутренние ресурсы и начали немножко по-другому действовать на поле. Предпосылки к забитому мячу были. Доставка с фланга, удары. Была активность. Заставили соперника обороняться. Но очень высокое мастерство игроков ЦСКА. Наверное, один из моментов, который у них был во втором тайме, они его сразу использовали. 2-0. Обидно. Тем более фантастическая поддержка болельщиков. Культура боления запредельная. Благодарим всех, кто пришел. Антураж. Все было круто. Мы немножко не дотянулись сегодня. Но такие поражения бывают. Нарастен. Сейчас нет времени переживать много. Впереди важнейший матч на выезде. Нужно понять, принять, отрехнуться и идти дальше. Пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, в продолжении того, что вы сказали, что в первом тайме не все очень удачно было. Минуте 15 уже было понятно, что Марков и Апаев отрезаны полностью. Они мяча не получают, не выигрывают. Сразу напрашивался выход Акбашеву, который мог связать что-то в середине поля. Вы его выпустили только к перерыву. То есть нужно было мяч вниз, как я понимаю, опустить и как-то по-другому играть. Вот в этом компоненте хозяева в первом тайме уступили. Да, вот именно в Созидании. В переходе. Уступили во многих компонентах игры. Потому что, если вы видели, ЦСКА особо не комбинировал на своей половине поля. Они упростили футбол, доставляли мяч вперед, выиграли подбор и после этого проводили атаки. У нас это не получалось. Потому что мы сразу в лобовую столкнулись с давлением. Мы сделали много поперечных передач, передач назад. И были слишком скованы в своих действиях. Возможно, Реда стал заложником ситуации. Потому что очень сложно ему находиться без мяча. И все-таки здесь не один футболист выпадал. Здесь практически вся команда выпала в первом тайме. И сам ход игры такой был, что сложно было кого-то одного менять. Можно было заменить всю команду в первом тайме. Но мы ограничены. Такого нельзя делать. А в выходах Башева, ну и команда по-другому заиграла. Поэтому и Роме немножко легче было. Я бы здесь не уходил в персонале. И здесь... Опустили мяч. Ну, потому что мы понимали, что соперник не может в таком темпе действовать весь матч. Вот. Они прессинговали. Они были интенсивные, агрессивные. Такой уровень невозможно держать в долгую. Мы знали, что второй тайм игра пойдет по другому сценарию. Единственное, что нам не удалось забить. Дмитрий Анатольевич, в команде все-таки есть, видимо, конкуренция среди нападающих. Но сегодня вы выпускаете пару Апаев и Марков. С чем это связано? От чего отдал? Было желание дать агрессию, напор. Нужно было использовать скоростные возможности Апаева. Должны были работать за спину и вскрывать, скажем так, свободное пространство. К Апаеву, естественно, к изыру нет претензий, потому что они зависимые люди. Надо их обеспечить моментом, создать комфортные условия для игроков в атаке, чтобы они могли распоряжаться. То, что мы знали, как Кызыр может играть, он, в принципе, оправдал наши ожидания. Да, можно лучше, но, еще раз повторяю, вся структура игры не получилась в начале матча. Апаев, игрок стартового состава, так же, как и любой нападающий в нашей команде, обладает высокой квалификацией. Они конкурируют до того момента, пока Кызыр не заработал дисквалификацию. У него были два матча результативных действий. Он давал голевую передачу, в Москве забил Спартаку. Здесь больше, все-таки, не претензий к остальным нападающим. Тактика такая была. Пожалуйста. Андрей Тенков, комиссант. Дмитрий, у меня еще такой вопрос. Успели ли разобрать эпизод с падением в штрафной ЦСКА, после которого нам забили гол? Что это было? Был ли фол какой-то или наша ошибка? Про пенальти? Да. Ну, там контакт был, я думаю, если сам Иракли сказал, что зацепил ногу, наверное, все-таки пенальти был. Но я не видел еще эпизод, еще не готов ответить. Нет, я про второй тайм, когда перед тем, как нам забили второй, был эпизод штрафной. А, я понял, судьи сказали, что чистая игра, да, пенальти нет. Но вам не показалось, что этот эпизод как стал решающим в итоге? Не знаю, сложно сказать. Если бы назначили пенальти, ему забили, конечно, тогда мать бы мог идти по другому сценарию. Так все это только домыслно. Дмитрий Анатольевич, вот сегодня болельщики с вами матч одним словом, ни о чем. А какое слово скажете вы? Я бы так не сказал. Вот, ни о чем. Такое понятие, понятие абстрактное. Давайте объективно, все-таки не надо забывать, против кого играет факел, да. Если вы посчитаете совокупное мастерство игроков команды ССК, то оно запредельное просто. Не надо недооценивать возможности наших игроков. Они старались, зайдите в раздевалку, посмотрите. Они там сидят понурые, расстроенные, разбитые ноги, синяки у кого-то на лице. Все старались, все бились. Вопрос в другом, что не получилось сегодня сыграть, наверное, лучше, чем мы можем. Это факт, но ни о чем я не могу так сказать. Мне кажется, это немножко незаслуженная оценка действия игроков на поле. Пожалуйста. Добрый вечер. Сегодня Марков провел весь матч. Такое ощущение, что он тяжело с командой состыкуется. Он играет в один футбол, команда привыкла в другой. Да, ребята стараются, но взаимопонимания не хватает. Два удара в створ ворот за весь матч. Впереди матч с торпеда. Марков по-прежнему основной нападающей? Или есть вариант вернуться к прежним схемам Гангадзе-Апайфа, Гангадзе-Максимов? А чем вас не устроила игра Маркова-то, я не понял сейчас. Парень, посмотрите, работает на команду, кстати. И в прошлом матче он стал лучшим игроком матча. Сейчас ОПА, и все раз сказали, что вдруг Марков играет какой-то свой футбол. На свой футбол никто не играет. Вопрос не получилось. Но посмотрите, сколько мячей Марков сохранил. Марков был полезен, Марков в обороне отрабатывал борьбу. Он не прятался ни со спины товарища, он вел за собой. Бывают матчи, где мы не столь яркие. Это естественно, потому что мы растем. Но я не готов сегодня обвинить кого-то одного, что он не выкладывался на поле. Согласен с вами, что взаимодействие не идеально. Он не может быть идеальным. Потому что слишком мало времени прошло, и не так много Марков провел официальных матчей в нашей команде. Идет в любом случае каждодневная работа. Кто выглядит на тренировках лучше, физически, психологически. Мы же знаем все изнутри, весь процесс. На этот матч пара нападающих Маркова, ОПАЕ была выбрана правильно, абсолютно. Пожалуйста. Друзья, здравствуйте. Канал Армейский разбор. У ЦСКА было три центральных защитника, один из которых проводил первый матч в премьер-лиге. Какая была и была ли в связи с этим определенная тактика взломанной обороны? Какой был главный на игру с учетом такой новой, в кавычках, защиты ЦСКА? Ну, раз он находится в ЦСКА, значит, парень обладает возможность для того, чтобы находиться в топ-клубе. Поэтому план был, план не сработал в начале. Естественно, мы хотели быть более агрессивны, быстро менять направление атаки, выигрывать единоборство, доставлять мячи с флангов. В принципе, все, что мы делаем всегда. Да, я знал, что будет молодой игрок. Естественно, мы поняли прекрасно, что они убрали молодого игрока с Падапаева. Это тоже часть тренерского искусства. Нормальные вещи. Мы, если вы заметили, нападающих фрагментарных тоже меняли местами. Не все всегда из-за думы можно реализовывать, иначе футбол бы был предсказуем. Наверное, мы могли сыграть достойнее в плане конструктива в атаке. Но опять же, смотрите, ЦСКА обыгрывает «Зенит» без шанса. Мне кажется, мы больше сегодня моментов для взятия ворот, у нас предпосылок было больше, чем у «Зенита». До этого крылья не смогли забить. Мы старались, не получилось. Будем, значит, работать больше, усерднее. Сейчас нет времени расстраиваться и переживать, потому что мы не прячемся за обстоятельства, а мы признаем открытую, что да, первый тайм минус огромный. Остальное – это все дискуссионно. Пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, Александр, подскажите, пожалуйста, уже понятно, с Калининым насколько сложные повреждения пришлось так быстро его заменить? Да, уже предварительный диагноз есть. У него повреждения задней поверхности бедра, будет обследование на днях. Я думаю, что несколько недель придется пропустить Игорю. К сожалению, для нас. Есть кем? Пожалуйста. Дмитрий Анатольевич, сегодня на поле появляется Матвей Бахнов, хотя совсем недавно он играл за молодежный клуб, за молодежку. Насколько уместный, вообще, насколько физически он готов к таким нагрузкам? Конечно, он готов. Конечно, уместно, если я его выпустил. Матвей до этого забил гол. После того, как мы увидели его состояние, мы понимаем, парень молодой, ему нужно больше находиться в соревновательном периоде. Он за молодежную команду сыграл один тайм. До этого мы ему сдозировали нагрузку на тренировках. Мы же не слепую работаем. У нас есть все. Мы видим ситуацию визуально, и она подтверждена всеми. В общем, давайте так, смотрите. Он появился и старался. У него идет сейчас рост. Мы должны ему доверять. Он провел хороший матч. За молодежную команду сегодня выглядел достойно. Молодым свойственно ошибаться, главное в них верить. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ